ну вы представляете я нашла только такой кусочек флизелина больше нет у меня флизелина а купить и пойти я сейчас не смогу у нас сейчас локдаун 21 год март месяц вот такой кусок есть значит я уже на самом деле вырезала только расскажу вам вот эти нюансы как же вам тоже выйти из такой вот казалось бы безвыходной ситуации на самом деле выход всегда есть все мои ученики об этом очень хорошо знать я всегда даю выход значит смотрите я так по прикладывала попыталась поводить поняла что она плохо рисует сейчас мыло у меня оставляет жирную линию а мне нужно тоненькая значит мы берем вот эту детальку прикладываем и смотрим где что получается значит еще раз напоминаю что вот это у нас перед это плечо а это сгиб по переду для меня передняя часть крайне важно было бы очень хорошо чтобы по сгибу по переду по центру переда возле горловины у нас не было бы никакого шва хотя у меня тоже есть мастер-класс ну может быть там видео не из лучших это первоначально еще эти видео которые снимал вот там я вышла из ситуации когда вот здесь у меня был шов и как я его компенсировала поставлю вас вам здесь меня выйдет кружочек палочка с точечкой ссылка на этот мастер-класс но вы помните что в телефонах эти ссылки не видны вам нужно смотреть на компьютере или на планшете вот значит сейчас я делаю как бы переходы переклеек на плечах цельная передняя половинка у меня будет и не цельная вот это задняя половинка то есть даже ее можно было бы там тоже из кусков делать если совсем было бы все плохо но как я еще укладывала у нас долевая должна быть обязательно по сгибу а вот здесь я целенаправленно оставила по спинке долевую это та часть которая вот здесь у нас средний шов спинки это плечо она мне нужна очень хорошего качества и чтобы она и в процессе носки не растягивалась этому я специально здесь ложила эту часть по долевой то есть я вас учу еще и манипулировать с долевыми я на самом деле на а потом накалывала и вырезала я просто вам показываю всю вот эту картину маслом как я вышла из вот этого кусочка который есть я получила все таки вот эту вот обтачку вырезала четко вот внимание по среднему шву по спинке у нас с вами не было припуска то есть везде вот тут вот с одной и с другой стороны припуски были здесь мы приняли решение что это сгиб а мы могли здесь разрезать и давать припуски и внизу а мы же с вами эту линию это переворачивайте чуть-чуть прокручиваете назад видео смотрите здесь мы пунктирную линию с вами рисовали вот значит здесь единственное место где нужно добавить один сантиметр но даже и здесь вы видите что мне не хватило я сейчас вам на ткани покажу как эти моменты все делать смотрите здесь по плечу я делаю переход в 3 миллиметра вот так я на просвет ставила и у меня пропечаталась вот эта линия плеча там 3 миллиметра всего так вот этот кусочек уже не нужен так значит что еще было также вот смотрите здесь внимание должно быть зеркально но не просто зеркально а и клеем зеркально если вот здесь у меня нет клея а здесь есть клей на моем флизелине так поставлю здесь вам ссылку на мастер-класс как разобраться флизелин дублерин что это такое как выбрать нужного качества вот буквально перед этим видео я таки записала его вот вы накладываете и у вас вот зеркально лежит вот это вот деталь к клей клею или не клей к не клею зеркально должен лежать и флизелин и вот осталась у нас горловинка наша это наша горловинка здесь вот так выглядит вот здесь я что сделала смотрите на этом флизелине есть вот это вот долевая которая нам крайне 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 важно видите вот этот продольная полосочка это такой вот флизелин который имеет как бы как долевую и благодаря ему очень легко все кроить я сейчас долевую переворачиваю и превращаю ее как бы в ширину да но она вот так вот растягивается чуть-чуть пружинит да но вот так по горловине у меня же вот этот центр переда мне надо чтобы она в ширину не растягивалась да она будет удерживаться тогда я ставлю эту детальку вот так вот под прямым углом от вот этих вот прямых линий и намечаю вот эту вот детальку и ставлю по плечевому здесь 3 миллиметра припуск на флизелине то есть у меня и по задней половинке припуск 3 миллиметра ну максимум переходы можете делать по сантиметру даже в одном месте достаточно 3 миллиметра но никогда не ставьте в стык она разойдется и будет распадаться всегда хотя бы 3 миллиметра но перейдите флизелин ну точно так же я ее от зеркалила и тогда вот я вот и получила вот такую вот такую вот детальку на самом деле я сначала сложила флизелин наметила а потом наложила вот эту вот саму детальку просто сложно мне сейчас ее совместить вот так наложила наколола и вырезала и вот тогда у меня получилась вот такая вот красота честно уже думала ну что ну вот теперь опять не успею не доделаю ох ну в общем вот справилась так что вот буду очень рада благодарна вам за лайки за подписку на канал просто с вами делюсь вот таким сокровенным и не скрывает вас ничего и рассказываю как вам выйти из любой ситуации даже в шите когда нет флизелина или его маленький кусок или вы не можете его купить кстати у меня на канале еще есть видео где мне нитки не хватило толстой джинсовой и как я ее добывала где я ее нашла ну если не забуду здесь тоже поставлю ссылку на этот мастер-класс а вот мы если что пишите мне в комментарии если что-то забываю делать или не ставлю какие-то ссылки я всегда вам поставлю в комментариях ну или в самом видео обязательно контролируем вырезанные части нашего нашей обтачки из флизелина накладываем их лицом к лицу подставляем смотрим здесь сантиметре здесь должно перейти на 3 миллиметра если они не идентичные получили значит их надо скорректировать это касательно вот спинки и то же самое мы делаем и по переду вот сложили вместе наложили вот наш сгиб вот этот вот он должен четко здесь четко к сгибу а здесь на 3 миллиметра вот тут вот этой линии если где то есть погрешности в миллиметр тоже их устраняйте потому что нам нужно идеально подкроить нашу обтачку чтобы с первого раза у нас все было тоже идеально